Я купил мини-гусеничный погрузчик из Китая за 10 тысяч долларов, который в США бы стоил 40 тысяч долларов. Пожалел ли я об этом? Сейчас узнаете. Я уже 8 лет занимаюсь строительным бизнесом в Хьюстоне. Весь мой бизнес крутится вокруг всего, что можно построить на заднем дворе. Заборы, беседки, бассейны, брусчатка, пристройки и так далее. Ручными инструментами ты много не построишь, поэтому иногда приходится брать в аренду небольшую строительную технику, которая стоит 500 баксов в день, что порой может забрать до 50% от прибыли. Так как у меня никогда не было в собственности строительной техники, то мне нужно было начать с чего-то попроще. К примеру, Bobcat MT-1000. Гусеничный мини-погрузчик с эксплуатационной массой полторы тонны. Его цена всего-то 40 тысяч долларов. Подождите, у меня где-то завалялись как раз лишние 40 тысяч долларов. Что, нету? Ладно, тогда придется найти что-то подешевле. Мне как раз где-то влазила реклама дешевой китайской техники. Блин, а что, если я заплачу деньги китайцам, и они мне ничего не отправят? Хм, да, пофиг, зато это в 4 раза дешевле. После долгих недель переписок с китайскими заводами, я все-таки определился с производителем, у которого буду покупать технику. Я выбрал самого дешевого. Я нашел гусеничный мини-погрузчик за 9700 долларов. Я молодец, я красавчик. Красавчик. Подожди-ка, я только что сэкономил 30 тысяч долларов. Так это значит, что я могу купить себе кучу насадок. Мне точно нужен бур, хвататель, выравниватель, отбойный молоток, траншей, копатель, культиватор, бетономешалка, пусторез, палетная вилка, экскаваторный ковш и, конечно же, измельчитель апней. Блин, эти насадки выйдут мне в 28 тысяч долларов, если я куплю их в США. Хм, интересно, а сколько они стоят в Китае? Надо проверить. Сколько? Всего 75 сотен? Решено, я покупаю гусеничный погрузчик и насадки. Спустя 3 месяца. О мой бог, я наконец-таки дождался. Вот они, долгожданные две посылки, за доставку которых мне пришлось заплатить. 15-18, то есть 1518 долларов. Я также заплатил 5756 долларов за растаможку. То есть содержимое этих двух ящиков не обошлось практически в 25 кусков долларов. Я надеюсь, это стоило того. Вы только посмотрите, какой он красавчик. Даже моя жена не смогла удержаться и решила немного на нем покататься. Да этот аппарат просто магнит для женщин. Вы посмотрите, даже эта рандомная тетенька не смогла устоять перед моей техникой. После покупки я был счастлив, ведь я получил 25-сильный дизельный двигатель Kubota D1105. А гидравлика от Бандиоли и Павеси. Габариты погрузчика просто идеальны. И вес в тону позволяет возить его на недорогом прицепе. Единственное, мне пришлось модифицировать прицеп и сварить откидную рампу, чтобы можно было удобно заезжать и съезжать с прицепа. Трактор очень просто собран. Он максимально квадратный. И в нем нет ничего лишнего. Но несмотря на свою простоту, погрузчик оборудован автоматическим выравниванием горизонта ковша. Есть гудок, фары и даже прикуриватель. Грузоподъемность 500 кг, но я думаю, он может и больше. Но если все так идеально, то почему он стоил на 75% дешевле аналогичных погрузчиков, таких как Bobcat MT1000 или Ditch Witch SK800? Ответ на этот вопрос у меня есть. И их несколько. Первое. Стоимость сырья. К примеру, в США одна метрическая тонна стали стоит 860 долларов. В то время как в Китае это будет стоить 467 долларов. Второе. Оплата труда. Средняя зарплата сборщиков на заводе Bobcat составляет 59 365 долларов в год. В то время как в Китае средняя зарплата сборщика составляет 16 380 долларов. Третье. Качество сборки. Китайский погрузчик был собран на скорую руку. И вскоре после покупки и начала работы болты начинают откручиваться. Но, к счастью, есть решение этой проблемы. Фиксатор резибы. Да, если вы хотите заказать дешевую технику из Китая, то будьте готовы потратить пару дней, чтобы проверить каждый болтик. Также нужно проверить каждый шланг и провод, и те места, где шланги трутся. А корпус погрузчика нужно обезопасить, чтобы они не порезали сами себя от всяческих вибраций. Если подытожить, то техника неплохая. Основные узлы и агрегаты сделаны качественно. К ним нет никаких претензий. Двигатель будет заводиться, гидравлика будет работать. А вот сборка, конечно, подкачала. Но если вы умеете закручивать болты, и вы готовы выделить на это веселое болтозакручивание несколько дней после покупки, то можете смело экономить деньги и заказывать данный аппарат из Китая. Спасибо за просмотр, ребятки. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, если хотите узнать что-то еще про данный вид техники. Буду рад записать еще одно видео. Пока!